Всем привет! Добро пожаловать на мой мини-мастер-класс по пошиву вот такого замечательного красного яркого мишки с цветочками. И для начала я беру выкройку и обвожу ее по каждому контуру, по всем деталям на моей ткани. Я выбрала в качестве ткани старый советский плюш, из него я шила рюкзачок, его вы тоже можете видеть на моей странице. И в данном случае я сейчас обвожу лапки и, если вы обратите внимание, на каждой детали обозначена стрелочка, которая оказывает направление ворса. Это очень важно, чтобы направление ворса было всегда правильным, смотрел он вниз, на ушках он будет смотреть вверх, чтобы они были пышными. Также для подошв и ладошек я выбрала другую ткань, она у меня будет двухслойная с гипюром. Далее необходимо вырезать все детали, но сделать это нужно обязательно с припуском. Ладошки и пяточки я тоже вырезаю, хотя мы их не будем вышивать в дальнейшем. В качестве основы для вышивки я буду использовать тюль. Это отличный материал, как черновой. Он нам здесь подойдет очень хорошо, потому что как таковой мы его использовать не будем. Да, даже если бы использовали, все равно материал хороший и подходящий. Сейчас я его запяливаю в пяльцы и буду вырезать по контуру. Не натягивайте сетку слишком туго, она не должна сильно барабанить. Теперь я отмечаю, какие элементы я собираюсь вышивать. Это тоже очень важно, чтобы не запутаться в дальнейшем. Каждый элемент теперь необходимо вырезать. Также с запасом я их вырезаю зеркально, чтобы в дальнейшем при заполнении вышивкой я могла видеть, как получается симметрично. На одни пяльцы все элементы у меня не поместились, поэтому можно вышивать и последовательно. Но у меня в запасе были еще одни пяльцы, поэтому за кадром я вышью другие части на других пяльцах. Ну а теперь начинается самый сложный этап – придумать рисунок. Я придумывала его из головы, но по идее можно было бы залезть в Пинтерест и хорошенько так вдохновиться разными вышивками и придумать что-то другое. Вы можете придумать любой другой узор, который вам понравится, и использовать для него абсолютно любые материалы. Я просто показываю, как проходит мой мыслительный процесс в данном случае. Теперь наши разрисованные выкройки нужно вырезать, и далее мы будем переносить этот рисунок уже на элементы из ткани. Мне в данном случае нет нужды полностью переносить рисунок, так как я его нарисовала. Мне лишь нужно отметить ключевые точки моего рисунка, для того чтобы на обеих симметричных деталях рисунок смотрелся плюс-минус симметрично. Поэтому я прокалываю в бумаге точки, гелевой ручкой они отмечаются на ткани, и также зеркально, потом на другой части мордочки я отмечу те же самые точки и соединю их условными линиями. Смотрите продолжение в следующей день aqui. таким же образом я переношу рисунок на пузико в данном случае это именно пузико и потом на лапки на нижние лапки и на макушку аккуратно раскладываю части выкройки на сетку чтобы мне потом было удобно вышивать чтобы все было симметрично аккуратно и ровно далее необходимо приколоть все части выкройки чтобы в дальнейшем нам было легче пришивать их к сетке и они уже не смещались ни в каком положении поэтому маленькими иголочками я прикалываю ключевые точки выкройки а вот теперь я уже приступаю к пришиванию элементов к сетке я это делаю с запасом не касаясь пока что контура но дальнейшем я буду прошивать свои по контуру то есть будет две намёточные линии у нас проходить сейчас я обшила часть мордочки и вот уже показываю вам готовый результат как я обшила все части выкройки можно снять иголочки и сейчас будем прошивать второй раз теперь уже именно по контуру главное попадать четко в контур потому что с лица мы этот контур не видим а он нам важен и нужен поэтому чтобы его было видно с лица мы и прошиваем яркими контрастными нитками и и и и и и и После того, как два контура прошиты, мы можем вырезать внутреннюю сетку. Она нам внутри элемента больше не нужна, будет только мешать в дальнейшем при формировании и набивании тельца медвежонка. Поэтому мы обязательно ее вырезаем, оставляем, естественно, маленький припуск, в данном случае миллиметра 3, больше не нужно, сетка никуда не денется. И так поступаем со всеми частями выпяки. Вот, посмотрите, как у нас замечательно получилось. Теперь мы немножко подтягиваем сетку, потому что в процессе пришивания туда-сюда она, конечно, немножко подразъехалась. Тоже не переусердствуйте, не нужно перенатягивать, просто для того, чтобы она не провисала, и все, этого достаточно. А сейчас я хочу отметить ключевые точки для наших будущих цветков на лицевой стороне. Для этого я небольшими стежками отмечаю эти точки с изнаночной стороны, и их будет, хоть и слабо, но видно с лицевой стороны, этого будет достаточно нам для работы. Теперь, по тому же принципу, я решила отметить ключевые линии моего рисунка. В данном случае нитки в тон к основной ткани, чтобы их было не так хорошо видно, но из-за того, что стежки длинные, их будет прям нормально видно. Сейчас я вам покажу это. А вот как эту линию видно с лица. Мне все хорошо видно, даже если вам на камеру не очень. Все остальные линии в игроке мы тоже так же прошиваем. Вот я уже закончила, и теперь я, наконец, приступаю к вышивке. Ура, ура! Для этого я буду использовать много разных материалов, таких как пайетки, бисер, стеклярус, кристаллы, канитель и матовые бусины. Начинаю вышивку с центрального кристалла. Это серединка цветка. Для этого я его пришиваю по всем дырочкам. И потом по контуру буду пришивать жемчуг. Ну, это, понятно, искусственный жемчуг, но в данном случае мне хорошо подходит, потому что я решила, что вся моя вышивка будет в красно-розовых тонах. И по количеству бусин тоже он замечательно подходит. Ровно 8 штук, ни больше, ни меньше. Идеально. Дальше по контуру я буду пришивать уже лепестки, так называемые. Для этого будет у меня использоваться бисер и крупные пайетки, которые я предварительно согнула уголочком. Сначала нанизываю крупную бусину, потом маленькую бусинку и потом пайетку выемкой к игле. И уже в таком положении всю эту конструкцию пришиваю. Тоже по контуру их получается 8 штук в промежутках между жемчужинами. И в таком виде вот цветок будет уже готов. Продолжение следует... Вот и все. Первый цветок готов. Можно переходить к следующему. Я решила, что этот цветок у меня будет светло-розовый. Для него я использую стеклянную прозрачную серединку в виде граненой бусины. И по кругу будут стеклярус стоять на ножке с маленьким бисером сверху. Сейчас вы это увидите. Для этого я нанизываю стеклярус, потом маленькую бусинку и обратно захожу в стеклярус. Не заходя обратно в бусинку. Таким образом она замыкает этот контур. И по кругу как тычинки расставляю вокруг стеклянной бусинки. И дальше будут уже по контуру еще пайетки, уже розовые. Дизайн всех цветов я придумывала прямо на ходу. Поэтому вот этот цветок, который я вам сейчас показываю, я потом в итоге немного переделаю. Но серединка останется именно такой. Я потом немного переделаю пайетки, потому что мне не нравилось как лежали. Ну, поэтому если вам нравится любой другой дизайн, вы можете его использовать. Можете даже и не цветы. Можете и не пайетками, и не бисером. Можно вышивать лентами или пришивать какие-то другие элементы. Или, может быть, это будут какие-то цветы из ткани или не цветы. В общем, все зависит от вашей фантазии. Можно обыграть абсолютно по-разному. Даже интересно, что может получиться из других материалов с другим дизайном. Вот и все. Серединка готова. А сейчас я делаю цветок, дизайн которого я переделала. Поэтому я здесь ускорила видео, чтобы не занимать ваше время. А потом я покажу, как этот цветок я вышиваю уже в другом обновленном, усовершенствованном дизайне. А сейчас я вышью все элементы, которые дублируются в итоге. И потом покажу вам, как я это все вышивала. Вот посмотрите, что у меня получилось. И сейчас я все подробненько вам покажу, как вышивался тот или иной элемент. Начну как раз с того самого цветка, дизайн которого я обновила. Вот это вторая половинка мордочки. И как вы можете видеть, он практически ничем не отличается от того, что я вам показывала ранее. Но пайетки там не так крутятся, эти согнутые. Вот. Серединка та же самая, с тычинками из стекляруса. Но пайетки будут немного в другом порядке располагаться. Относительно тех, что были ранее. Субтитры сделал DimaTorzok Так, как же я в итоге решила нанесывать пайетки в данном случае. В данном случае я беру три маленькие бусины. Потом пайетку выемкой в сторону иглы. И потом большую бусину. Вот. И в таком виде именно пришиваю. Получается так, что крупная бусина удерживает немного. Пайетку от перекручивания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...